Потому что сейчас мы провожаем Марию, а встречаем нашего нового эксперта. Спасибо большое. Эксперта по этому же вопросу, да? По этому же вопросу, по этой животрепещущей теме. Если она у вас трепещит, значит... Вам нужно задавать вопросы кому-то. Да, да. Она не должна трепещать. А теперь мы встречаем Елену Утенкову. Аплодисменты! Привет, Лен. Привет. Здравствуйте. Привет. Скажи, пожалуйста, действительно ли вы с командой специализируетесь на танцах... Тверк. Тверк. А, тверк, не тверк. Через Йо, да. Через Йо. Это то, вот в чем вы самые крутые? Ну, в 2017 году мы заняли уже чемпионат... А, мы первые на чемпионате Москвы, да. Поэтому только начало года, а мы уже заняли почетное место. То есть даже есть чемпионаты, да? Да, есть. Сережа, попа рулит, понимаешь? Почему я не знаю об этом? А мне бы, конечно, хотелось, чтобы... И тебе бы наверняка тоже хотелось, чтобы девчонки сразу танцевали. Но сначала мы немножечко должны освоить это направление. Мы, Сережа, должны освоить это направление. Ты не против? Я уже нет, я готов. Лен, можно же нам пару движений? Да, конечно. Я могу показать пару движений. Значит, мы встаем спиной. Да. И начинаем потихоньку раскручивать бедра. Влево, вправо. Тем самым мы ускоряемся. У нас получается такая трясочка. Ёлки-палки. А это на каблуках надо делать? Ну, вообще, танцуют в кроссовках, но можно так же сделать и на каблуках. А разговаривать удобно в этот момент вам? Мне вот неудобно немножко. Мне удобно. У меня вообще слов нет у меня. Да, также есть... Также есть еще базовое движение, называется шейк. Мы также встаем, садимся низко довольно-таки, да, сложная позиция будет в каблуках. Мы подкручиваем попу и делаем поясничкой наверх, поэтому получается хоп. Ух ты, как выпрыгивает-то. Работает только поясничка, спина работать не должна. У меня ничего не работает. Мы садимся вниз, попа подкручивается и выкидываем наверх. Подкрутили, выкинули и... Покажите всем боком, пожалуйста, как мне. Мне так классно видно. Огонь. Я просто чувствую себя несостоятельной в этой истории. А мне нужно сначала подкачать, как я поняла, а потом уже работать. Это... Ну, в принципе, нет. В принципе, можно заниматься даже тем, у кого нету попы, как это принято говорить. Это не главное, потому что всегда у нас работает поясничка. У нас работает поясничка вниз и вверх. Поэтому попа не нужна. Просто когда у вас есть попа, это более эффектно смотрится. Можно ли это направление рекомендовать всем девушкам, независимо от возраста? Ну, как бы я думаю, детям до 16 или даже до 18, возможно, на усмотрение родителей, я считаю, здесь уже... А взрослым? Взрослым можно, для женщин это полезно, так как укрепляет мышцы ног, попа, также пресс работает в этом танце. Но вы встречали вообще зрелых женщин, которые увлекаются этим направлением? Ну, ко мне на занятия, наверное, максимум ходят лет 30 с небольшим, где-то такие вот. А можно ли призвать, пригласить девушек старше на такие занятия? Ведь это же полезно, укрепить попу, укрепить ноги и спина здесь задействована, и получить удовольствие. И не только ей удовольствие, а в итоге-то можно же кому-то другому... Возьмете на занятия девчонок постарше? Конечно, пожалуйста. Если хотите, можете приходить, всем рады. Девушки, вы готовы отправиться на занятия и подкачать все нужные места для своих супругов и для себя, в первую очередь? Отлично. Это очень сложно отпустить вас без танца, и мы, безусловно, не отпустим вас без эффектного появления. Но сейчас мы дадим вам время подготовиться, а в конце программы вы вместе со своими девушками покажете нам класс? Конечно. Они уже ждут сами, рвутся уже, хотят нам тут вот это вот. Встретимся в конце программы с вами, и с вами, девчонки, будем вас ждать. Готовьтесь за кулисами, а мы продолжаем нашу программу. Спасибо, спасибо.